Светлана Дамдануловна Кулар работает дворником с 96-го года. Начинала убирать территории центрального рынка. Работала одна. За все 20 лет работы брала под свою ответственность разная улица Козыла. В данный момент она убирает три участка в центре города. Каждое время года для дворника, по словам Светланы Кулар, имеет свои трудности. Летом работа начинается в 4 часа утра и продолжается до 8-9 часов вечера. Осенью она убирает и складывает в мешки упавшие с деревьев листья. Зимой же основные силы уходят на очистку налетей с дорожного полотна и тротуаров. А весной начинается самая грязная работа по уборке прошлогоднего мусора под талым снегом. Трудно очень. Эту работу даже некоторые мужчины, бывает, не выдерживают. Не говоря о женщинах. Я к своей работе уже привыкла за эти годы. К слову, раньше наша героиня работала на швейной фабрике до ее банкротства в 95-м году. В образовании строитель. В советское время работала на своей родине в Дзунгимчикском районе. Многих наверняка интересует вопрос, сколько получают дворники. Все зависит от общей площади, за которой закреплен дворник. В 2008 году от рук мэра получила грамоту и денежное вознаграждение в размере 5000 рублей. И, конечно же, внимание со стороны властей к простому народу. И поощрение за свой труд. Это всегда приятно, говорит женщина. Свои 64 года она чувствует себя бодро и хорошо. Одним словом, энергии хоть от бабляй. Я же постоянно двигаюсь. Работаю как-никак на свежем воздухе. Иногда бывает захвораю. Уколы дома ставит моя дочь-врач. В целом на здоровье не жалуюсь. Правда, нашу героиню ограничает совсем другое, а именно неуважительное отношение к работе со стороны молодого поколения. Но Светлана Дамдануловна смотрит на все это философски. Бывает, уберешь мусор, через минуту обернешься, а там уже лежат окурки до оберки от конфет. Мусорят у нас всегда и всюду. Я считаю, что человек, идущий с чистыми помыслами по жизни, не станет гадить под своими ногами и будет уважать чужой труд. И правда, как говорят, чисто не там, где убирают, а где не мусорят. С завтрашнего дня у нашей героини начинается долгожданный заслуженный отпуск полтора месяца, после которого она снова возьмется за социально необходимое ремесло, такое как контроль чистоты и порядка на улицах Козыла. Ресман Гуш, Алексей Филиппов, Игорь Стародумов, Новый Век.